SCP-1416. Переселяющий чайник. Класс объекта «Безопасный». С 2016 года SCP-1416-1. Аномальный объект ранее обозначен как SCP-1416. Более не находится в распоряжении фонда. По этой причине приведенные ниже особые условия содержания относятся только к оставшимся экземплярам SCP-1416-2, произведенным в ходе тестирования. SCP-1416-1. С 2000 засекреченного года по 2000 засекреченного года. Особые условия содержания. Препараты SCP-1416-2 следует хранить в разборчиво обозначенных герметичных контейнерах в стандартном боксе холодильного хранения в крыле для безопасных объектов С-Сектора 25. Ввиду крайне ограниченных запасов SCP-1416-2 и нерешенных проблем в отношении безопасности, обнаруженных при предварительном тестировании, любые дальнейшие предложения по тестированию должны быть представлены в письменном виде руководства Сектора. Описание. SCP-1416-1 в настоящее время включает в себя 14 образцов охлажденного жидкого вещества, обозначенного как SCP-1416-2, произведенного при помощи более не содержащегося SCP-1416-1. Химически каждый образец состоит из чистой, дистиллированной воды, микроэлементов SCP-1416-1 и биологических веществ, содержащихся в образце человеческих тканей. Полный перечень существующих образцов смотрите в приложении 1416-1. При пероральном потреблении образца SCP-1416-2 высшим приматам и употреблении на 1-3 секунды дестабилизируется мозговая деятельность, что проявляется на ЭЭГ, в виде четко выраженных гамма-волн. Отвечая на вопрос о своих ощущениях, почти все подопытные люди заявляли, что это время пережили всю жизнь человека, чьи ткани были использованы для изготовления образца SCP-1416-2, что представляет собой несколько десятилетий судьи субъективного времени. Подопытные способны сообщить значительную информацию, ранее неизвестную, им и им личности донора, и утверждают, что не имели никакого воспоминаний о своей реальной личности во время эффекта. Открыть архивное описание. Описание. SCP-1416 представляет собой керамический сосуд, по-видимому предназначенный для приготовления чая в форме головы человека с лицом, раскрашенным в стиле индейцев Куапа. Термолюминесцентное датирование свидетельствует, что SCP-1416 был изготовлен в середине XVI века. Аномальные эффекты SCP-1416 проявляются, когда в кипящую воду в нем помещаются образец человеческой плоти весом не менее 17 микрограмм. При проглатывании высшим приматом полученная жидкость вызывает значительную дестабилизацию мозговой деятельности и быстрое формирование воспоминаний, которые субъективно воспоминаются как проживание всей жизни человека, чья плоть была использована для получения жидкости. Приложение 1416-01. Образец SCP-1416-2. 1416-2-1. Неизвестно. Указательный палец. Мужчина-европеоид. 30-40 лет. Ткани попали в SCP-1416-1 до его постановки на содержание. Скорее всего, не в экспериментальных условиях. 1416-2-2. 2000 за секретичный год. Дистальная фаланга. Мужчина-африканец. Негроид. 26 лет. Донор имеет историю психических проблем. Получил пожизненный срок за изнасилование при отягчающих обстоятельствах. Сотрудники класса D, обработанные данным образцом, в дальнейшем проявляли нетипичное поведение, соответствующее классу преступления. Донора. 1416-2-3. 2000 за секретичный год. Средняя фаланга. Мужчина-африканец. Негроид. 26 лет. Засекретичный. 1416-2-4. 2000 за секретичный год. Прокосимальная фаланга. Мужчина-африканец. Негроид. 26 лет. Засекретичный. 1416-2-5. 2000 за секретичный год. Средняя фаланга. Мужчина-африканец. Европеоид. 55 лет. Донор осужден. 1980 году. За совершение нескольких убийств. Данные, полученные при опытах с образцом, показали, что его вины в этих преступлениях нет. 1416-2-6. 2000 за секретичный год. Ухо. Мужчина-африканец. Европеоид. 55 лет. Засекретичный год. Засекретичный год. 1416-2-7. 2000 за секретичный год. 23 микрограмма биопсического материала. Женщина-пакистантка. 23 года. Подопытная подверглась воздействию СИП-1416-2 до биопсии. Потребившие образец субъекта пережили вложенные воспоминания, однако часто страдали от дезориентации и спутанности идентичности. 1416-2-8. 1416-2-8. 2000 за секретичный год. 23 микрограмма биопсического материала. Орангутанг. Самец. 5 лет. Этот и другие образцы такого рода не смогли вызвать гамма-активности. 1416-2-9. 2000 за секретичный год. 25 микрограмм биопсического материала. Мужчина-британец европеоид. 28 лет. И 25 микрограмм биопсического материала. Мужчина-пакистанец. 33 года. Этот и другие смешанные образцы такого рода приводят к спутанным и обрывистым воспоминаниям, но все еще могут иметь ограниченную ценность. 1416-2-10. 2000 за секретичный год. 17 микрограмм биопсического материала. Мужчина-британец европеоид. Неизвестно. Ткань мертворожденного плода из больницы за секретичный суррей. Примечательно, что образцы такого рода не вызывают объективно более короткого периода гамма-активности, чем образцы, при потреблении которых переживается гораздо более длительный период времени. 1416-2-11. 2000 за секретичный год. Проксимальная фаланга. Мужчина-европеоид. 50-60 лет. Ткань мумифицированного трупа примерно 4000 года до н.э. Этот и другие образцы такого рода доказали свою эффективность. 1416-2-12. 2000 за секретичный год. Палец мужчина. Карибский мулат. 36 лет. Подопытный находился под подозрением в связи с группой. Маршалл Картер и Дарк. Лимитед. Также были изготовлены еще два дополнительных образца тканей этого подопытного, но испытаны не были. 1416-2-13. 2000 за секретичный год. 25 микрограмм биопсического материала. Женщина-китаянка. 27 лет. Биопсия пожертвована младенцем научным сотрудником Чень. Смотрите заключение доктора Баркера ниже младшим. 1416-2-14. 2000 за секретичный год. 17 микрограмм биопсического материала. Засекретичный. 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 Засекретичный распоряжением. Засекретичный. Отчет об инциденте. 1416-1. 2000 за секретичный год. Доктором Баркером была установлена экспериментальная процедура, разработанная младшим научным сотрудником Линдой Чень в целях более точной проверки, сохранения и точности воспоминаний, внедряемых при пропотреблении 1416-2. Эта процедура включала изготовление нескольких образцов 1416-2 из материала пункционной биопсии, пожертвованные младшим научным сотрудником Чень, которые были затем введены подопытным класса Д. Для эксперимента была проведена оценка риска, включающая возможность открытия подопытным секретной информации об учреждении или других особых условий содержания. Заметную роль в утверждении предложения была сыграна отсутствием у младшего научного сотрудника Чень контактов с объектами класса Евклид и Кетер, а также меметическими объектами. Д.3127, бывшему заключенному тюрьмы Ее Величества Балла Марш, был введен образец 1416-2, изготовленный из биопсии младшего научного сотрудника Чень. Подопытный проявил весьма нетипичную реакцию на препарат. Он утверждал, что он на самом деле является младшим научным сотрудником Чень, а младший научный сотрудник Чень – это Д.3127. Он изготовил теорию о том, что SCP-1416 передает сознание между донором и рецепиентом, хотя это противоречит существующим теориям и работе объекта. Руководство сектора, несмотря на высокую возможность того, что утверждения Д.3127 являются либо бредом, либо намеренной попыткой ввести в заблуждение сотрудников фонда, было решено подвергнуть Д.3127 и младшего научного сотрудника Чень процедуре 522 Хёбберн, чтобы исключить возможность обмена сознаниями. В конечном счете был сделан вывод, что такая передача не состоялась, ввиду признаков лжи и уклонения, проявленные Д.3127 при допросе высокого уровня, которые отсутствовали при тех же условиях у младшего научного сотрудника Чень. После завершения процедуры младшему научному сотруднику Чень был предоставлен оплачиваемый отпуск на 6 месяцев. По его окончании медицинский персонал сектора установил ее неготовность возобновить работу, после чего она приняла решение прекратить сотрудничество с фондом. Я беру на себя полную ответственность за то, что не смог предвидеть попытку расходника таким образом манипулировать безопасностью учреждения из-за психические проблемы младшего научного сотрудника Чень, возникшей после психолога экс-эпи-эстемологического допроса как части процедуры 552-хеберн. К сожалению, я не располагаю сведениями касательно любого санкционированного или несанкционированного использования CB1416-1, которое, возможно, имело место сразу же после инцидента 1416-1 и вынужден снова обратиться к сотрудникам службы безопасности для расследования исчезновения объекта Доктор Баркер, приложение 1416-02, 2000 за секречный год. В ходе плановой инвентаризации крыла для безопасных объектов С, младший научный сотрудник Ниль Соном, было установлено, что шкафчик содержания CB1416-1 на самом деле пуст. Ведется исследование записи из камер видеонаблюдения изучения протоколов доступа. Однако, ввиду исключительных обстоятельств, большая часть этих данных засекречена на уровне сверхнеобходимого для нормальной безопасности сектора. Предпринято попытки определить последнюю точку, в которой объект находился, наблюдался кем-либо из сотрудников, в том числе сбор письменных показаний по поводу субъективного пережитых жизненных при испытании CB1416-2. График доступа персонала к SCP1416-1. Линда Чэнь, бывший младший научный сотрудник сектора 25, когда с ней связались, предпочла предоставить следующее заявление вместо письменных показаний под присягой для протокола. Если бы это сделала я, я взяла бы молоток и развила бы объект в Древенске прямо у всех на глазах. Это единственный способ быть уверенным. У меня было много времени, чтобы подумать об этом. Пока он существует, вы не сможете быть уверены в том, кто вы есть. Вы можете быть собой, а может, кем-то еще, кто переживает вашу жизнь в будущем. Понимаете, что это значит? Единственное, что вы можете знать наверняка, что если вы видите, как кто-то умирает, то вы не сможете быть им. Я видел тело Д3127 после того, как его вытащили из той комнаты. Это единственное, почему я знаю, что я это не он, который выпил чашку со мной. Если еще хуже, кто-то, кто выпил чашку с ним, выпившим чашку со мной, понимаете, пока вы не увидите чайник разбитым, вы ни в чем не сможете быть уверены. Продолжение следует...